Нормандской четверке в Берлине так и не удалось договориться по ряду вопросов. Об этом сообщил министр иностранного отдела Украины Павел Климкин. Участники переговоров призвали стороны конфликта перейти к отводу танков и артиллерии калибром менее 100 мм от линии соприкосновения. Эту договоренность как одно из главных достижений встречи озвучил министр иностранного отдела ФРГ Франк Вальтерштеймайер. По его словам, в самое ближайшее время соберется трехсторонняя контактная группа. Она совместно с мониторинговой миссией ОБСЕ должна будет согласовать график таких действий. По словам Павла Климкина, поднимался и вопрос о введении миротворцев на Донбасс. Переговоры на эту тему будут продолжены. Климкин отметил, он четко обозначил перед коллегами сферы, где миротворческая миссия может и должна быть полезной. Министр иностранного отдела стран Большой Семерки обсудил ситуацию в Украине. Это случится во время встречи 14 и 15 апреля. Министр иностранных дел США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады встретился в немецком Любике. Они также обсудят перспективы отношений с Россией ядерную программу Ирана, переговоры по ней и планируемый в Германии на июнь саммит группы Семи. Россию, которая раньше была членом G8 из-за аннексии Крыма, навстречу не пригласили. Странам, которые жили на доходы от экспорта сырья, особенно нефти и газа, придется сокращать социальные программы. Такое мнение высказал ведущий экономист конференции ООН по развитию и торговле Алексей Мажаров. По мнению эксперта, это касается не только минерального сырья, но и сельскохозяйственного и продовольственного. Цикл с высокими ценами на них завершился. И хотя развитие рынков отличается в зависимости от типа и вида сырья, в целом за год цены снизились на 10-50% от средних десятилетних показателей. Власти Китая ограничили поток, въезжающий в Гонконг из материкового Китая. Это произошло из-за нарастающего недовольства среди местных жителей. Гонконгцы не приветствуют большой наплыв оптовых покупателей из соседнего материкового города Шэньчжэнь. Теперь его жителям не будут выдавать разрешение на многократный въезд. Они смогут посещать этот административный район КНР только раз в неделю. Товары в Гонконге, включая смартфоны, косметику, медпрепараты и продукты питания, всегда были очень привлекательными для жителей материка. Они дешевле и качественнее. Люди массово скупают гонконгскую продукцию, а затем продают ее в материковой части намного дороже. Гонконг с населением 7 миллионов человек ежегодно переживает наплыв торговцев. За прошлый год регион посетили 47 миллионов человек. Местные жители говорят, новые ограничения уже изменили ситуацию. Уже видна разница. Здесь нет практически ни одного торговца, а обычно в этом районе их большое скопление. Для недовольства гонконгцев есть несколько причин. В некоторых районах, включая железнодорожные станции, торговцев так много, что это создает трудности для передвижения. Кроме того, с прилавков магазинов исчезают жизненно необходимые товары, например, детское питание. Наплыв покупателей с материка привел к увеличению числа магазинов, которые могли бы их обслужить. Вслед за этим повышаются цены на аренду помещений, и местные торговцы вынуждены закрывать свой небольшой бизнес. В прошлом в Гонконге неоднократно вспыхивали протесты против засиля покупателей с материка. Некоторые даже перерастали в стычке с китайскими покупателями и полицией. При этом часть экспертов уверена, новые правила не решат проблему, ведь челночной торговлей занимаются не только жители материкового Китая, но и сами гонконгцы.